ну хорошо всем добрый вечер мы сегодня перенесемся северное царство последние несколько занятий мы занимались южным царством основном вот а сегодня мы перенесемся в северное царство и поговорим главным образом о династии которая оставила довольно существенный след в истории этого северного царства древнего израиля хотя и царство не не столь уж большое время примерно 40 чем-то лет не так уж много это династия умри ахава надо отметить что в отличие от ситуации иудеи крайне мере так как она изображена в танахе у нас в общем нет особых оснований подвергать этому сомнение это сомнение где царствовала постоянно на протяжении столетий одна и та же династия один и тот же царствующий дом как назывался домом давида и давид было существовала один раз вполне серьезная опасность замены династии вот но на этом в результате не произошло так вот в отличие от ситуации в иудее северном царстве такой устойчивой династии не было династии всеми менялись сам танах объясняет это естественно теологически а именно тем что цари правившие в северном царстве были нечестивыми и поэтому время от времени происходило так сказать для авдильчистка прежняя династия богом искоренялась и вступала на трон следующая династия поэтому согласно танаху основателем северного царства был я вам сильного то его сын надо успел процарство всего один год его свергли в результате заговора власти пришла пришел человек по имени баша мы упоминали сам он правил вполне солидное время но сын его сын его его правил опять-таки год и это же был свергнут после этого началась например такая же свистопляска как в римской империи после гибели нейрона а когда моментально сменилось несколько цезарей вот и тут тоже сначала к власти пришел заговорщик по имени земли вот и и он установил свою власть столице царства на тот момент в терце вот одновременно себя объявил правителем себя объявил правителем никто никто темни и тоже началась началась драка драка за власть земли был достаточно быстро уничтожен военачальником этого военачальника вполне можно сказать сравнить с веспасианом римской империи империи да вот этот самый умри военачальник он уничтожил своего предшественника земли был объявлен царем сам же земли как описывается покончил с собой в царском дворце вот а что касается вот этого самого тивни тивни то он правил опять-таки очень недолго и в конечном счете в конечном счете этого тивни убили их власти окончательно пришел интересующий нас персонаж умри который основал новую династию вот эту династию мы называем династией умри ахава дела этой династии ознаменовались прежде всего тем что ее основатель создал новую столицу частое явление при смене династии и теперь столицей северного царства стал город шамрон который был отстроен выкуплен выкуплен этим умри земля была выкуплена спустя шесть лет правления и он отстраивает там новый город и этот город становится фактически столице книга малахим книга царей ничего хорошего об умри сказать не готова значит говорится что он делал дурное в глазах господа и даже больше чем кто-либо другой до него ходил всеми путями и равам а сына нивата то есть продолжал их культ золотых тельцов и собственно все на при всем том что умри правил больше десяти лет ничего сверх этого нам текст о нем не говорит зато сразу же как бы сделаю такой перескоп небольшой его имя имя умри появляется в таком довольно важным существенным для нас документе 9 века до новой эры найденного девятнадцатом столетии на территории нынешней иордании и это этот документ называется 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 стела царя муава меньше миша царь муава об этой стеле мы еще подробно будем говорить не сегодня это отдельный разговор и и и настела это надпись и и отражение канахи в книге блохим и царей но что существенно он упоминает в этой надписи умри как завоевателя и поработителя собственной страны а он говорит буквально следующую фразу что умри царь израиля поработил муава и держал их в рабстве долгие годы он-то объясняет естественно по-своему как вы вполне можете догадаться как царь того времени объясняет военное поражение своей страны он не станет это объяснять не экономическими причинами не военными не политическими он скажет иначе и то что говорит этот миша потому что кмош а кмош это бог муава разгневался разгневался тогда на свою землю вот видимо было за что гневаться согрешили и поэтому он отдал это в руки врага модель знакомая ровно также объясняет события и библейский текст очень часто вот ну так что что касается умри мы можем сказать что он он хотя и помянут не к добру тонахом но это была фигура довольно существенная на человек который явно расширил границы иудейского царства интересно к слову сказать что как раз по отношению к умри мудрецы мудрецы находят повод сказать доброе слово такой вот любопытный момент в трактате санхедрин в илонском талмуде в главе которая называется хелик доля о том у кого есть доля в будущем мире у кого ее нет в частности говорится такая вещь от имени очень знаменитого очень знаменитого мудреца первого поколения амураев в земле израиля раби йоханана говорит он говорит следующее почему или за что удостоился умри царство почему бог даровал ему царство ответ довольно неожиданный непнейших оси в крах их от берет израиль потому что он добавил построил еще один город земле израиля и при том что это утверждение на сказать противоречит сказанного в тонахе потому что в тонахе говорится и видимо это и в самом деле соответствует реальной действительности умри сначала захватил власти сделался царем и лишь потом перенес столицу и отстроил сам шамрон но для мудреца конец третьего века это не столь существенно сколько столетий прошло он говорит вот у него была заслуга он занимался строительством земли израиля так что мог даровал ему за это царство в отличие от этого для его сына ахава доброго слова потом не находит но об этом впереди большая часть историй связанных с династией умри ахава по имени основателя и по имени продолжателя который правил собственно говоря больше всех около 20 лет вот большая часть повествования нарратива в тонахе посвящена именно этому представителю династии номер два царю по имени ахав и то что рассказывается о нем плетено в некоторые как бы сказать пророческий нарратив на самом деле главным героем этих рассказов является не столько сама хам сколько пророк или я тот самый или я у атишби на который последствий становится вообще центральной фигурой одной из самых центральных фигур в еврейской религии в еврейской традиции здесь он появляется впервые и значительная часть нарратива строится на противостоянии между пророком или я и царем ахавом и его женой то есть судя по всему чисто литературные точки зрения то что произошло здесь это соединение двух разных нарративов один нарратив как бы некоторая видимо то ли дворцовая то ли храмовая хроника которая повествует об истории царя а параллельно с этим как бы рассказы о пророке частично носящий такой полуфольклорный характер но обработанные соответствующим образом идеологически и и в результате всего этого соединения вырисовывается очень тяжелая картина правления царя ахава который повторяю правил около 20 лет что же нам собственно говоря рассказывается вкратце на мечу основные линии ну прежде всего нам рассказывается это буквально сразу же что таких грехов которые сотворил ахав никто вообще до него не сотворил не равам сына вата не его отец омри никто все почему потому что ахав заключил дипломатический брак он женился на финикийской царевне по имени изевель по европейской изабелла вот это изевель израильские дети когда слышат это имя они сразу же начинают посмеиваться хотя имя изевель не имеет ни малейшего отношения к более позднему мишнаистскому слову зевель обозначающего экскременты или животные экскременты а зевель внутри вот этого имени это на самом деле теофорный элемент такой же точно как слово звуль святилище или тот элемент который находится в имени зеву лун один из сыновей акова он обозначает возвышенный как прилагательное или повторяю святилище как существительное и видимо ее имя каким-то образом фиксирует какие-то древние традиции оплакиваний таких святилищ то есть где святилище вот что значит собственно ее имя изевель имя судя по всему финикийская она была царской царевной и некоторые исследователи полагают что свадьба ахава и изевель отражена даже в одном из псалмов это сорок пятый сорок пятый псалом где действительно описывается свадьба царя очень пышно и в частности невеста называется бацо дочь города цо значит попутно и как бы этот дипломатический брак приводит к тому что впервые на территорию северного царства проникает культ другого божества тут уже как бы нет вопроса этого не то что золотые тельцы которые могут презентации бога израиля а это другое никийское арамейское божество бал балу на бог грозы ветра конечно можно вполне предположить что с точки зрения такого человека как ахав большой разницы между богом израиля и балом не было что это на самом деле разные обозначения одного и того же божества такой своего рода религиозный синкретизм вот но в любом случае очевидно здесь вот это как бы инородное влияние которое как бы всячески осуждается танахом в целом и в данном случае книгой царей частности и поэтому говорится что ахав гневил намеренно гневил господа кроме того про него сообщается такая вещь довольно странная говорится что в его дни некий человек из бейтеля отстроил город ерехо надо отметить что эта фраза которая искать она не совсем тут уместно в этом контексте она никак не связана напрямую с тем что борется перед этим и с тем что борется после этого и более того в некоторых версиях септуагинты она находится как раз книги иошуа сразу же после знаменитого проклятия которое иошуа произносит запрещая когда бы то ни было отстраивать ерехо и вот как бы во времена ахава это заклятие было наушено и возможно что переписчик который вставил эту фразу наше повествование он как бы хотел еще сильнее подчеркнуть бездну падения ахава вот теперь как бы как начало я довольно подробно рассказал дальше я чуть буду короче это все описывать потому что все делится на них и блоки первый блок это повторяю история противостояния ахава и пророка или я у который появляется как раз в этих главах и своего апогея этого противостояния достигает в сцене довольно знаменитой на горе кармель когда или я состязается с пророками балой аширы кто принесет дождь а я не буду сейчас подробно входить в эту историю которая описана 18 не знаю вот пожалуйста стих читая я читаю хорошо это можно опять же по-разному объяснить пришли они не пришли они эти пророки аширы служители аширы это просто как бы может быть в этом какую-то значительную деталь тексте но сейчас я как бы не хотел бы на это все в порядке я единственное что хочу сказать что весь этот рассказ он так построен или я уявляется выясняется попутно что за время его отсутствие и зевель жена ахава занималась преследованием пророков бога и уничтожала их очень активно и ильяу встречается с неким человеком по имени авадия который как выясняется прятал остаток пророков бога израиля и ильяу посылает этого авадию к хаву да все это еще как бы на фоне общей засухи значит стране засуха причем это засуха опять же по слову пророка или я у и вот сейчас как бы или я у предлагает состязание между им единственным пророком бога и вот этим огромным множеством пророков бала при этом ахав реагирует очень резко на появление или я вот и и когда он узнает когда он узнает о его появлении то то он говорит так ты ли это который ну как сказать мутит израиль таким таким термином обознать был обозначен в свое время ахан в книге иошуа дополнительная связочка между этими рассказами и рассказом о взятии ерехов книги иошуа да ты ли это тот который мутит израиль который наводит беду на израиль а ильяу отвечает не я навел беду на израиль а ты и дом отца твоего когда вы оставили заповеди господню и пошли за балами вся эта история заканчивается безусловной победой или я у значит эти жрецы пророки бала выставляются в таком смешном виде как такие городские сумасшедшие которые там кричат себя царапают себя чтобы как бы сделать так чтобы бал их услышал и дал дождь дал воду а илья над ними смеется вы погромче кричите он может вообще заснул там где-то у себя так если вы погромче будете кричать он проснется вот и в результате сам то он ну как всегда должно быть значит враги кричат и шумят а но тих был наш бивак открытый да как писал вермонтов значит мы мы молимся в тишине поэтому илья умолиться в тишине обращается к богу не кричит не 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 царапает себя и бог дает дождь и в результате в результате как бы это кончается на самом деле такой довольно тяжелой сценой потому что илья уприказывает этих пророков бала всех уничтожить убить пользуется этим моментом так сказать месть из ахаву но в результате вынужден потом сам спасаться и приходит к горе сина и горе хорев мы сейчас пропустим может какой-то момент и чуть не вернемся вот это так сказать первый блок рассказа в котором появляется есть второй блок рассказов это рассказы о войнах которые ахав ведет царем арама надо он ведет войны причем как это изображает 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 книга махим как бы изначальная изначальная ситуация не в пользу ахава то есть противника явно превосходящие силы его войска гораздо более сильное и серьезное чем войска ахава и тем не менее ахаву удается дважды победить царя арама там ведутся сложные переговоры между ними ахав находится с одной стороны состоянии близком деморализации значит он очень испуганно с другой стороны понимает поскольку царь арама напрямую издевается над ним что терять уже нечего и тут появляется некий пророк который не называется по имени он подбадривает ахава и говорит вот ты видишь все это великое множество господь отдает тебе его в твои руки и ахав таким образом одерживает внушительную победу над армейским войском а также над теми которые были наняты царем арама бенедадом и те вынуждены спасаться бегством после этого через год царь арама пытается взять реванш причем как бы любопытно обратить внимание на то как это аргументируется то есть как бы как-то нах это видит а он он как бы здесь стремится выпить вот эту языческую психологию царя арама и его советников которые на самом деле совершенно что называется не секут они не понимают вообще что произошло поэтому что они говорят они говорят так вот бог израиля это бог гор а поэтому он нас и победил в горах а ну-ка мы сейчас повоюем с ним не у гористого шумрона а мы повоюем на равнине когда у нас есть шанс победить надо сказать что этот мотив того что вот бог израиля он где-то в каких-то местах силен а в других местах нет это такой мотив который постоянно повторяется как в библейских текстах так и впоследствии в текстах талмудических значит все время врагам кажется что если его как-то бога израиля обхитрить и воевать с ним на какой-то невыгодной для него территории то тогда можно победить вот начинается второй этап войны и это войны опять же заканчивается внушительной победой ахава и на этот раз на этот раз как бы рам не просто пытается сбежать сбежать уже не удается они идут к хам на поклон и просят просят простить значит говорят бен ададу его советники вот мы знаем что цари израиль они милосердны на хэсэдэм поэтому если мы обратимся к ним смиренно то они тогда нас пожалеют и действительно ахав согласно этому рассказу проявляет высшую степень милосердия к бен ададу мало того что он его не приказывает убить но он его приглашает свою царскую колесницу называет своим братом ахиха бен адад а тот свою очередь обещает ему отдать все города которые забрали у него израиля предыдущие цари арама это сейчас я не буду слишком подробно описывать последующую сцену но во всяком случае это вызывает большое недовольство у бога а вот то казалось бы можно было похвалить ахава за такое милосердное поведение но выясняется что это не так и что в глазах пророка опять же безымянного не или а некий безымянный пророк поведение ахава совершенно недопустимо и за того что он проявил такую недопустимую мягкотелость по отношению к своему врагу он будет за это наказан он будет за это наказан там целая бы целый маскарад устраивает этот пророк вот будет за это наказано говорит ты умрешь за то что ты пожалел того кого я обрек смерти то твоя душа будет вместо его души и твой народ вместо его народа это конечно приводит ахава в ужас и он вот с этим ужасом возвращается в шамрон третий блок появляется здесь но перед тем как появится третий блок я закончу со вторым как бы очень хитрая композиция снова это последняя глава посвященную ахаву разыгрывается война между ахавом и царем арама на этот раз война по сути дела иницинируемая сахи самим ахавом на которую он еще и приглашает царя иудеи о шафата которым речь впереди и он просит ему помочь отбить у арамеев город работ гил ад за иордании который принадлежит израиль что звучит несколько странно учитывая что вроде как бен адад обязался вернуть все города израилю которые были захвачены а тут вроде как оказывается что он не вернул мы еще к этой странности вернемся вот всяком случае дальше как бы весь этот рассказ он построен таким образом хам собирает своих придворных пророков с тем чтобы они как бы дали ему оракул будет ли поход благополучным или нет ответ как как в полюбе полетбюро все проголосовали единогласно на ты преуспеешь это вызывает некие подозрения у царя иудеи о шафата он говорит нет еще какого-нибудь пророка тут у тебя вы есть один который вечно говорит обо мне всякие гадости зовут его михаев ну хоть пригласил послушаем другое мнение и опять же перескать не пересказываю здесь весь рассказ от начала до конца но смысл такой что михаеву рассказывает о своем видении из которого следует что бог решил уничтожить ахава что вся эта война против рамот гил ада это ловушка ловушка для ахава надо при этом отметить да и как бы ахав царь израиля сажает пророка в тюрьму за эти слова оппозиция знаком знакомая песня сейчас льется из другого места вот он сажает его в тюрьму говорит дома его возвращение надо при этом отметить отдельный такой момент который мы еще обговорим что имя царя израиля не упоминается в этом рассказе последнем рассказе почти до самого конца он называется всеми мелехи сраэль мелехи сраэль и его шафат царь иудеи лишь самом конце когда рассказывается о самой войне обои в результате которого ахав пытавшийся как-то скрыть самого себя царь израиля пытавшийся скрыть самого себя чтобы его не убили падает случайной жертвой вражеского лучника и в результате погибает он погибает и только тут говорится что он что это хав царь израиля который погиб на этой войне теперь вот эти рассказы о войнах ахава они разделены третьим блоком это третий блок представлен одним единственным рассказом зато может быть самым знаменитым посвященным ахаву и этот рассказ о том как ахавы жена его и земель обобрали оговорили и убили своего подданного по имени навод который проживал долине израиль где находился летний дворец ахава и у этого навода был виноградник которым ахав прельстился захотел его забрать но навод ему категорически отказывает категорически отказывает ссылаясь на то что это наследие отцов ахав не знает как быть но зато у него есть жена весьма находчивая есть ясное дело язычница инародка на не церемониться в таких случаях все-таки царь израиля он какие-то представления о морали имеет так вроде как вычитывается между строк она нет она говорит ты мужчина или тряпка если ты сам не можешь справиться я сейчас быстренько это делать для тебя обделывают вот и она устраивает лжесудилища на котором этого навода оговаривают и за то что он якобы поносился бога и царя и приговаривают смерти ахав с подачи изевель наследует берет этот виноградник и там-то его встречает снова пророк или я у который который которому говорит ахав ты нашел меня враг мой а тот на это говорит ты убил еще и наследуешь вот за это за то что ты это сделал и предался злу наведу я зло и искореню весь твой дом а и будет он подобен дому и рова мои баши а кровь жены твоей изевель будут лакать псы на в том самом месте где погиб где погиб навод и сама хав от этого приходит опять же состояние полной подавленности и поститься надевает вретище бог обращается клея уговорит ты видишь как он смирился передо мной патахав поэтому я не наведу беду в дни его на виду в дни сына и как бы это типичный такой мотив который мы встречаем дефтерна мистической литературе когда грех наказание может переноситься с поколения на поколение а это и вторе заявлено что такая ситуация возможно что как бы за грехи отцов могут платить сыновья и внуки вот здесь как раз представлены и последний рассказ который мы уже обсудили рассказ о гибели ахава как бы в последних его строчках этого рассказа показывается что осуществляется пророчество или я правда лакают сын кровь не и земель а самого ахава и делают они это не в израиле а в шумроне но с явным намеком на то что исполняется слово господа то собственно так и сказать что чуть ниже в девятой главе второй части книги царей ответственность за смерть вот этого навота полностью снимается из эвель жены ахава и переносится на него самого что именно с него взыскивается кровь навод и возможно что исходная версия рассказа была именно об этом о том как ахав сам убил навота и забрал его виноградник но так или иначе как бы я сейчас подытожу то что мы видели какая складывается картина картина складывается довольно неприглядно если мы посмотрим значит про умри почти ничего не говорится а что касается ахава то мы видим ахав такой глубокий глубокий грешник значит он поклоняется бал он не брезгует никакими средствами для укрепления своей власти все это конечно подогревается его преступницей женой сам ахав как человек такое тоже общее впечатление возникает он не совсем однозначно то есть у него есть некий позитивный потенциал он проявляется иногда его сильных поступках иногда в его слабых поступках слабых это то что он как бы пошел на поводу у своей жены из эвель в истории с наводом но сам по крайней мере не инициировал все это согласно основной версии рассказа в сильных поступках это в описании войны что вот он ведет войну с арома рама он конечном счете по крайней мере частично слушает слова пророков выходит на войну и побеждает отметим кстати в скобках что никаких вне библейских свидетельств о этих войнах с аромом во времена ахава нам неизвестно нам известно от захватенческих войнах арома следующем поколении и при следующей династии династии их у так что как бы историческая подоплека вот этих воин она как бы до конца не сна теперь мы вернемся еще к некоторые общие оценки образа ахава и образа династии но теперь я хотел действительно на несколько мгновений отвлечься от библейских текстов и рассказать вам о том что то из вас не знает что с ахава произошла с точки зрения историка литературно очень странная история очень странная история как раз случае ахава у нас есть некий источник не библейский а сирийский источник чрезвычайно существенно и важный в котором ахав появляется сейчас вам открою речь идет вот о чем речь идет вот о чем 853 году 853 году до новой эры сирийский царь шалман ассар 3 царь весьма успешный начал проводить политику экспансии на запад а это первая такая серьезная а сирийская экспансия на запад то есть как раз в сторону ливанта и он подчинил себе часть арамейских царств но при этом была сколочена коалиция которая решила попытаться его остановить и и вот таком рядом с таким городом находившимся на территории современной сирии который называется каркар произошла битва ассирийских войск и войск анти ассирийской коалиции эта битва была описана в нескольких ассирийских источниках она во первых написано в так называемом каркском камне каркский камень это место такое карском монолите место на территории современной турции где этот камень был найден свое время найден и находка его кстати говоря это в 19 веке произошла значительно продвинула расшифровку аккадских письмен письмен и аккадского языка вот и в этом тексте рассказывается как шалманасов говорит в первом лице царская надпись он говорит как он второй раз уже перешел и фрат и сразился с непокорными и он их всех перечисляет а он всех перечисляет среди них есть например царь хамата то есть одного из центральных городов государств варами значит и он пишет сколько у кого каких войск было потом говорит что у царя дамаска адар эзара было 20 тысяч пеших 1200 коней и 1200 колесниц скажем у царя хамата уже поменьше у него 700 колесниц 700 коней 10 тысяч пеших и дальше нас подстерегает неожиданности у израильского царя ахава 2000 колесниц и 10 тысяч пеших воинов и дальше тоже еще перечисляются из библо войны из египта из не совсем точно ясных мест не всегда идентификация этих мест есть на но в общем такая значительная коалиция царей во главе которые стоят царь и арамейский царь израиль ахав заметьте по количеству колесниц согласно этой надписи ахав превосходит всех остальных но это как по тем временам что такое 2000 колесниц 2000 самолетов большая армия надо отметить что всегда сомневались в этой цифре и некоторые предполагали что может быть здесь произошла ошибка и что следует читать 1000 они 2000 колесниц у ахава или 200 колесниц у ахава как бы ну казалось что исходя из известных нам данных о взаимоотношениях арама израиля арам вроде как бы был более могущественными действительно по количеству пеших воинов у эзара царя дамасков двое больше а у царя ахамата столько же сколько у ахава но вот колесниц 2000 как бы там ни было да и и и шалман ассор описывает эту битву как убедительную победу он их всех разбил сжег уничтожил но по факту мы знаем что он вынужден был вернуться обратно васильевы и это битва она была своего рода как бородино такое ассирийцы были остановлены нельзя конечно сказать что они потерпели поражение это было бы неправильно поражение они не потерпели но и своих целей в конечном счете шалман ассор не добился и это задержало ассирийскую экспансию аж на сто лет вплоть до теглат пелессора третьего не было попыток серьезных продвинуться назад и это произошло благодаря вот этой коалиции одним из ведущих звеньев который был ахав эта история описанная без уже упоминания ахава еще в одном царской надписи в аналах шалман ассора который называется черный обелиск вот там он хвастается всячески своими успехами но там нет вот этих интересных для нас подробностей и вот в этой связи возникает вопрос почему тонах ни слова не рассказывает об этой войне который ахав на занимал довольно такое почетное место по крайне мере явно не последний тем не менее ни слова как бы можно предположить естественно в такой ситуации две вещи я противоположные вещи я заранее говорю что однозначного ответа на этот вопрос мы не получим вот но но что же это собственно говоря за вещи какие возможны предположения одно что-то она просто про эту войну не знает поэтому и не описывает всегда должны помнить что тексты создавались с большой временной дистанции произошедших событий но все-таки такое значительное событие как эта война чтобы она настолько прошла незамеченным можно конечно предположить что они ничего неизвестно но это по меньшей мере представляется сомнительным теперь если нет если если она знает об этом событии если авторы знаю почему они тогда не рассказывают как бы тоже нет однозначного ответа одна версия может состоять в том чтобы как раз по возможности как можно меньше героизировать ахава а известно что ахав сыграл этой битве едва ли не ключевую роль это героизирует его а общая тональность рассказа об ахаве в танахе это как раз антигероизация это один вариант другой вариант объяснения который тоже существует что вот это изображение коалиции которая преуспела она как бы тоже для авторов книги малахи им для автора танаха как своего рода кость в горле последующих случаях когда такого рода коалиции описываются один из этих случаев это поход синахириба на опять же на наши регионы в том числе на иудею другой такой случай это антивавилонская коалиция дни последнего из царей иудеи цветки а у всегда подчеркивается что эта коалиция терпит поражение почему она терпит поражение потому что полагаются на военные силы вместо того чтобы просить помощи у бога а кроме того коалиция в которой царь израиль царь иудеи соединяет свои силы с язычниками это глазах авторов комплимент по меньшей мере сомнительно так что возможно и это может являться причиной молчание танаха об этой интересной войне а это как бы уже второй явный случай когда у нас есть параллельная танаху история первый случай я напомню поход царя египетского фараона шишака шишенко на ханаан который зафиксирован в рассказе ореховами сыни шлумо а вторая вот эта история но если там в истории шишенком есть просто несовпадение несоответствие то здесь я говорю полное молчание это пожалуй единственный если мне память не изменяет такого рода случай когда столь важное центральное событие для всей истории не только израиля но всего региона как бы обойдено полным абсолютным молчанием а значит я поскольку время наше постепенно начинает продвигаться концу я бы хотел сказать еще несколько слов о бахаве следующий раз мы как раз будем говорить о его сыне и о надписи меньше но значит как бы в целом видим ахав воспринимается как фигура отрицать первую очередь потому что он нарушает глазах автора ну из базисных один из базисных запретов он женится на язычницы на инородки которая уводит его от служения богу израиля целиком полностью и все его беды объясняются этим все его преступления объясняются этом этим его временные удачи объясняются как правило тем что он все таки еще доступен голосу пророков будь то ильял будь то безыменные пророки рассказа рассказов о войнах ахава но всяком случае он как бы сохраняет определенную контроверсальность надо сказать что алмуд когда занимается хаву то он включает его в число немногих царей иудеи израиля у которых нет доли в будущем мире значит это теплая компания состоит из трех царей первый яравам сын невата второе хава третий царь иудеи минаше вот и про него говорится что он его имя объясняется так ахла шамаем а в лаву дазара он брат небесам и отец язычеству да то есть как бы вот это двойственность образа ахава она все-таки находит какое-то свое выражение и в этом талмудическом агодическом дискурсе а дальше объясняется почему он ему отказано как в этом в доле как в этом мире так и в будущем вот но при этом при этом как в случае с его отцом умри задает тот же раби йоханан он является судя по всему адвокатом династии умри ахава и он опять тоже задает вопрос почему из-за чего удостоился хам царства и царство 22 года а потому говорит он что он уважал тору в которой которая состоит из 22 букв еврейского алфавита казалось бы как же он уважал тору если он вел себя подобным образом вот но как раз в истории о войне с армейским царем где армейский царь издеваясь над над ад издеваясь над хавом говорит что он заберет у него самое драгоценное для глаз его махмада и неха талмуд понимает это по-своему говорит а что такое драгоценность что может быть являться самой больше большой драгоценность ясное дело это книга тор понятно что он на значит все таки какую-то память сохранил и оставил и и при том что из-за своих грехов лишился доли в будущем мире тем не менее какие-то определенные заслуги у него были талмуд находят еще некоторые заслуги в том числе что он не более не менее как из своего имущества поддерживал мудрецов талмуд не смущается естественно явными анахронизмами здесь а вот как бы мудрецы пока изучавшие тору получали вспомоществование от царя ахаму говорится здесь и завершая этот наш разговор завершает наш разговор я хотел бы обратить внимание на то как относился к хаву это как бы перехлёстывает идет гораздо дальше чем талмуд как относился к нему раввам и цхак кук один из учителей последних поколений двадцатого века фактически как бы создатель религиозного политического сионизма на стране израиля так вот у него есть такая поразительная статья которой он отреагировал на смерть никого иного как теодора герцля и это было как бы его оплакивание и в этой статье он там объяснял разницу сейчас я не буду входить во все детали но он объяснял разницу между двумя центральными понятиями еврейской логической веры машех бен давид машех бен юсеф должен прийти до машех бен давид и проложить ему дорогу и вот говорит он в каком-то смысле герцель это как раз вот машиах бен давид машина бен юсеф прошу прощения вот такой как бы мессия который укрепляет мощь страны но при этом он лишён истинной духовности истинной духовности связаны с торой что он как бы строит но но при этом связи с богом у него прямой нет и в качестве прообраза качестве прообраза вот этого фигуры своего рода светского так сказать мессии он предлагает ахава библейского ахава что ахава он тоже в этом смысле отдалился от бога но занимался тем что отстраивал землю израиля отвоевал ее у врагов принял героическую смерть на поле боя погиб на поле боя и поэтому остался в памяти потомках слову сказать согласно политической традиции машиах бен юсеф должен так как раз название северных колен он должен погибнуть ждет смерть мученическая смерть а вот машина гранд давид который придет по его следам он уже спасет израиль окончательной а сам не ну здесь мы сделаем остановку чтобы вы могли сделать свои замечания задать вопросы у нас получилась такая немножко эклектичная беседа и тонах и ассирийские и и надпись меньше и ассирийская этот калский монолит и калмуд и даже ровку всего понемногу пожалуйста если вопросы замечания самое время их задать можно такой вот вопрос начать но как бы понятно что все это пишется не как летопись а как некие тексты с определенным мере но вот у меня такой вопрос с тем что вот не упоминается значит война хава вот других царствах то время или вообще были принято также то есть не допустим даже в египте не просто описывать летопись событий а вот переделывать историю то есть своих поражениях стараться не упоминать было такое или не было обычно о поражениях не упоминали старались цари если речь шла о царских надписях и о царских аналог то обычно они прославлялись разве что речь шла о царе который которую потом либо свергли в династии его пришла к своему концу и тогда уже либо его полностью старались забыть либо всячески очернить вот но в целом конечно царские надписи обычно прославляли царей надпись этого шалманасара третьего типичный пример как бы никакой такой сверх победы он не одержал никуда не продвинулся не завоевал а тем не менее он себя прославляет и палится своей победой над этой коалиции спасибо пожалуйста еще вопросы замечания народ вопросы замечания близ мы считаем отдельно взятый голос как бы я просто еще раз говорю это на мой взгляд это не рядовое не рядовое событие в том смысле что упоминание такой важной войне исчезла примере заставляет задуматься почему это так и намеренно ли это это такой вот удивительный феномен кстати но это не удивительно как раз и оси флавий тоже ничего не упоминает по поводу этой войны но как бы ему ниоткуда было взять иудейских древностях это написано тоже ничего проект не знаю еще вопросы замечания народ пока что без мозга без мозга ну а я все таки тогда еще скажу одну вещь не сказал я хотел бы отметить что есть еще одна важная сторона умри ахава которая не проявляется в текстах в текстах чуть-чуть да вот рассказывается что умри построила шумрон вот а на самом деле археологические исследования показывают что как раз вот эти 40 лет существования династии северное царство ну как бы расцвело смысле именно строительном огромные постройки дворцы и крепости акведуки в самарии в мегидо в долине израиля и в разных других местах есть споры между исследованиями какому именно времени эти постройки достаточно типичные приписать потому что изначально там скажем постройки найдены в мегидо делалось попыткой их отнести ко времени шломо как раз потому что говорится в танахе о строительстве в мегидо времена шлемо вот но как бы по крайней мере существует такая достаточно обоснованная точка зрения что вот умри ахав занимались мощным совершенно строительством укрепили необычайно царство и поэтому как бы дипломатический брак с этой земли это была как бы часть никогда его замысла вывести израильское царство на мировую арену как такого серьезного вполне серьезного игрока как раз ровная противоположность тому что сейчас происходит россии не изолировать а наоборот как бы ввести в общей как бы цивилизационный диалог будь то торговля будь то политические какие-то игры и военные вот так что удивительно что в этой истории с войне ахав играл столь существенную роль вот это опять же ставит нас перед вопросом о том не правильно стал текст конечно не хроник они основываются на каких-то сообщениях которые являлись собой хроники аналы но это текст конечно не хроники они обработаны совершенно определенным образом они выражают идеологию и поэтому происходит с одной стороны очень такой существенный отбор а с другой стороны обработка того что остается с тем чтобы представить определенный образ а и важно было автору книги царей представить ахава скорее как в такую негативную фигуру чем позитивную по понятным биологическим причинам хотя в исторической реальности он был довольно таки успешный царь поэтому наверное продержался так долго вот ну хорошо если вопросов пока больше не значит мы в следующий раз почитаем более подробно надпись царям меньше и поговорим о параллели ее в канахе в начале второй книги царей и и как бы я не знаю доберемся ли мы до фигуры его шафата царя иудеи не доберемся так оставим на потом в общем это как бы вот направление вот еще пару слов можно сказать именно в этом направлении такой уж сверх предвзятости то есть идея это того что не полагайся на своего коня она не полагайся на свои мышцы и так далее и вот специально может быть даже преувеличивается сила этого и так далее то есть что это не было это 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 война не велась от всевышнего это не велась она нас чисто на основе вернее на основе как это не поддерживал и вот создается специально такой текст который показывает что несмотря на все его силы и строительство и все это вот материальную его мощь из-за того что он не полагался на всевышнего что для израиля главное фактически да идея вот она как бы все это переначивается именно вот таким вот образом чтобы его совершенно так сказать вот унизить в этом смысле да я согласен да спасибо большое имей спасибо большое спасибо большое всем вот до встречи через неделю замечательно спасибо всем всем счастливо пока пока